Травматизм на рабочем месте и охрану труда обсуждали сегодня на заседании правительства республики. О том, в какой сфере работать опаснее всего, в репортаже Ольги Пырычкиной. Четырехэтажный дом, меняют кровлю, страховки на рабочих не видно. Другой дом и та же ситуация. Именно на строительную отрасль приходится самое большое количество нечастных случаев на производстве. Основная причина – нарушение требований безопасности труда. В структуре основных типов нечастных случаев на производстве преобладает падением пострадавшего с высоты. Это 81 случай. Травмы от воздействия движущихся, разлетающихся, вращающихся предметов и деталей машин – 48 случаев. Это 37%. Дорожно-транспортные происшествия – 13 случаев, что составляет 6,8%. Падение и обрушение обала предметов – 13 случаев, 6,8%. Помимо строительства в антирейтинге, сельское хозяйство – обрабатывающая промышленность. В общей сложности за прошлый год травмы на производстве получили 191 человек. 14 из них погибли. Из 14 смертельных случаев – 7 случаев, связанных с нахождением в состоянии алкогольного опьянения. Все виновные лица привлекаются к административной ответственности. И это, судя по всему, приносит результаты. По сравнению с 2015-м, в 2016-м году количество людей, которые пострадали на производстве, снизилось на четверть. И такая тенденция последние пять лет. Однако, пока есть хоть один пострадавший, нужно усиливать работу по профилактике. Отметил Михаил Игнатьев. Вы представьте себе, у вас в семье невосполнимая утрата. Живой человек, трудосомный человек погиб или скончался на производстве по разным причинам. Органы власти должны, должны стоили лица, нести ответственность. Прошу эти вопросы поднимать на подведение итогов социально-экономического развития, соответственно. И для того, чтобы было понятно и другим, что нельзя здесь шутить просто или работать спустя рукава. На заседании также обсудили исполнение бюджета за 2017 год, контроль за приемом на работу инвалидов и привели республиканское законодательство в соответствии с федеральными нормами. Ольга Пырычкина, Андрей Спиридонов, Республика.